Сегодня, 7 декабря, по всей России 11-классники писали итоговое сочинение. В Белгородской области более 6 тысяч школьников взялись за ручки, чтобы порассуждать на одну из предложенных тем. Этот экзамен станет допуском к ЕГЭ. Съемочная группа «Мира Белогория» побывала в одном из пунктов проведения итогового сочинения в Белгородской школе номер 35. С выпускниками пообщалась наш корреспондент Елена Труфанова. Чуть меньше часа до официального начала. Выпускники из пяти школ Белгорода прибыли в пункт проведения экзамена. В 2016-м сочинения, как и ЕГЭ, они пишут не в своей школе. Впервые за три года. На входе традиционно строгая система контроля. Проверяют не хуже, чем в аэропорту. Паспорта, металлоискатели. Брать с собой гаджеты не только рискованно, но и бессмысленно. В кабинетах работают глушители мобильной связи. Ведется видеонаблюдение. Все, чтобы не допустить ни бумажных, ни электронных шпаргалок. Выпускникам разрешается пользоваться лишь орфографическими словарями. Главный критерий – это самостоятельность, поэтому нельзя ничего с собой брать. Ну, мы не берем, а смысл, чтобы потом ты сидел и нервничал. У меня что-то есть. Нет, лучше не надо. Лучше идти спокойно. Правильный настрой – половина успеха, уверен Глеб Каменецкий. Волнение может только навредить. Кажется, что все хорошо. Ничего плохого быть не может. А вот Лаура Кайбышева к вопросу подошла прагматично и, кажется, предусмотрела все. Десять авторучек на столе, ее страховка от форс-мажора. Просто дело в том, что я левша, у меня все время ручки кончаются, поэтому я все наше с собой очень много ручек, чтобы никогда ничего не произошло со мной. Стартовало сочинение ровно в 10 часов утра. До этого времени ребята прослушали инструктаж, заполнили бланки. На письменную работу отведено 3 часа 55 минут. Багаж знаний есть, нужно лишь умело им воспользоваться. Я пересчитывала список школьной литературы, классические произведения и повторяла критерии, по которым оценивают сочинение, чтобы мое сочинение им соответствовало. Композиция, логика рассуждения, аргументация, качество письменной речи, грамотность. И, конечно, соответствие теме. Вместо обычных оценок и баллов – зачет или незачет. Темы стали известны только сегодня, в 9 часов 45 минут по московскому времени. А до этого были известны направления. Победа и поражение, опыт и ошибки, разум и чувства. И вот по этим направлениям можно было работать, можно было готовиться. Сразу после завершения экзамена все материалы будут доставлены в региональный центр обработки информации. Сочинение планируют проверить до 17 декабря. Так что уже через две недели школьники узнают свои результаты, допущены ли они государственные итоговые аттестации. Впрочем, не получивший зачет, получат второй шанс. Но уже в 2017 году. Перездачи назначены на 1 февраля и 3 мая. Елена Труфанова, Виталий Петренко, Новости мира Белогорья.